Далёкие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова непутёвые заметки. Доброе утро. В одном из путеводителей по Бельгии его авторы честно признаются, что увлечься Бельгией, влюбиться в неё одновременно легко и трудно. Легко, потому что здесь сосредоточено бесчисленное множество художественных сокровищ. Ну, кого не приводили в восторг кропотливо выписанные полотна Брегеля, знакомые всем по обложкам календарей. И хотя Бельгия давно уже не страна грубоватых брегелевских крестьян, живописные бельгийские городки с великолепными ратушами и старыми площадями, окружёнными домами, с причудливыми фронтонами, они по-прежнему очаровательны. Ну, а почему трудно увлечься, об этом в конце нашей передачи. Так вот, в эти очаровательные городки мы сегодня и направимся. Брюге и Гент. Две старинные жемчужины Бельгии. Города-музеи. Начнём с Брюге. Годы его расцвета пришлись на средние века. Связанный с Северным морем каналом, он торговал со всем миром. В маленьком Брюге проживало 30 тысяч жителей, а сейчас 115. За шесть столетий население увеличилось всего в четыре раза, зато гусей и уток в 47. Это лебединое озеро с поэтическим названием Минни-Ватор. Озеро любви. Дочь главаря местных пиратов, её звали Мина, бежала из отчего дома от своего криминального папы, бежала к своему любимому. Она кинулась в озеро в плавь, но погибла бедняжка. За это ей установили памятник. Бюст в окне. Помните, я пересказывал вам голландскую шутку. Если по дороге вы замечаете, что корова становится красивее женщин, значит вы в Бельгии. Бедная Мина. А может, это и к лучшему то, что случилось. Каждый год в Европе выбирается её культурная столица. В прошлом году культурной столицей Европы стал Брюгге, пожалуй, самый живописный город Бельгии. Писатель Итала Кальвина, которым я зачитывался в молодости, в одном своём романе высказал такой афоризм. Вот послушайте, это не глупее, чем афоризмы Павла Каэля. Наслаждение получаешь не от семи или 77 достопримечательностей города, а от того ответа, который он может дать на заданный тобой вопрос. Или на вопрос, который он сам тебе задаст, заставляя отвечать, словно фивы устами сфинкса. В далёком Брюге мост зеркал ему сверкал. Мосты ткачей и мясников, мост деревянных башмаков – это строки известного бельгийского поэта Эмиля Верхорна. Но перечислить все мосты он всё равно не смог бы. В Брюге их больше 80. Лошадям здесь уже при жизни ставят памятники за их лошадиное трудолюбие и покорность. А пассажирам экипажей – за их лёгкость нрава и безграничный оптимизм. А сейчас мы отправимся в церковь Нотр-Дам, или церковь Богоматери. Скоро вы её увидите. Её строительство началось в 12 веке. 122-метровая колокольня стала символом города. Это была эпоха пламеней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И благодаря этому мы и можем сегодня любоваться его старинными кварталами, неизменными из века в век, вот уже 500 с лишним лет. Это тоже местная достопримечательность, самое маленькое окно в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В отличие от винных Испании, Франции и, конечно же, Италии. Так что пей, голубчик, пей, пока твоя жена пришел молодой любовник, а ты пошел за пивом. Жара была жуткая, даже местная Муму решилась искупаться. И этот путешественник тоже маялся сорокоградостным пеклом. Однако какой заботливый хозяин и какие нежные отношения. Он взял своего Мурика с собой в путешествие. Надо было мне своего кота брать в поездке, а то все с подругой, да с подругой. В дальних странах моей верной спутницей и надежной помощницей давно стала пластиковая карта Альфа-банка Мастеркард. Она действительно незаменима. Думаю, на земле осталось не так уж много белых пятен, где еще не побывала моя путешественница. Карта Альфа-банка Мастеркард. 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 простенький гобеленчик, который достался в наследство от матушки. В годы войны она была артисткой фронтовой бригады. Руководителем у них был Юрий Петрович Любимов. Так вот, этот гобелен она привезла из оккупированной Германии. В далеком уже детстве я любил рассматривать его. И в своих фантазиях уносился куда-то далеко-далеко. Как сейчас, возможно, кто-то из глядящих на бельгийские картинки непутевых взрывов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...